И снова здравствуйте! Сегодня мы разбираем, что есть сглаживание и заострение. И особое внимание обратим на то, как наилучшим образом сгладить ваши модели, чтобы вы могли их экспортировать в другие программы типа игровых движков, чтобы эти движки легко распознавали, какие грани острые, какие гладкие. Переведено и озвучено BrainyMan Это видео — часть серии о базовых навыках в Blender, которую вы можете найти на сайте у автора. Ссылка в описании. Там позже появится много руководств как для новичков, так и для продвинутых пользователей. И всё бесплатно. Ещё у Гранд Эбита есть сервер в Дискорде. Ссылка тоже в описании. Там он или кто-либо другой сможет легко ответить на ваши вопросы. Но на английском. Здесь у меня стандартный проект при запуске. Для начала я сверну в школу времени — Timeline, чтобы у нас было больше свободного пространства на экране. Жму на эти три линии в углу, передвигаю вверх и вниз, и так сворачиваю окно. Начну я со сферы. Так что куб сейчас удалю, нажав Delete. После Shift-A, чтобы добавить. Или здесь, в левом нижнем углу. Но через Shift-A и быстрее. UV-сферу. Конечно же, она появляется там, где я кликнул курсором. А я хочу, чтобы она была по центру. Так что я жму N. Нахожу её координаты и ввожу везде по нулям. Расположение модели по центру делает всё чуточку проще. Как видите, сфера использует Flat Shading, потому что легко разглядеть все её грани. Если перейти в режим редактирования, то эти грани будут очень легко заметны. А сейчас я перехожу на Smooth Shading, и всё становится гладким. Всё довольно просто и прямо. Можно выбрать сглаживание, а можно заострение. Второе доступно только если вы в Object Mode. Так что если я давнусь в Edit Mode, вкладка с выбором шейдинга исчезает. А в Object Mode возвращается. Так что это простой способ сделать вашу модель гладкой всего в один клик. Это мы теперь удалим и добавим куб. Кликну прямо посередине, чтобы куб там и появился. Shift-A, Cube, и вот мой куб. Очевидно, на нём жёсткие тени, но если я выберу Smooth, то вы и сами видите, какой выходит эффект. Редактор пытается разгладить все грани, и выглядит это странновато. Так что, скорее всего, ваши модели не будут все полностью гладкими или плоскими. За исключением низкополигональных моделей с жёсткими тенями. Удалим куб и добавим в этот раз цилиндр. Shift-A, Mesh, Cylinder. Это хороший пример фигуры, часть которой я хотел бы сделать гладкой. Вот эти вот грани. А часть плоской. Вот эта грань. Если я прямо сейчас выберу Smooth, то гладкой станет вся фигура. Так не пойдёт. Но вот что надо сделать. Это лучший способ, что я знаю, потому что он работает даже после экспорта модели. Перейти во вкладку Object Data. На её кнопке нарисован треугольник с тремя точками. И нажимаете Auto Smooth. А под этой функцией есть настройка Угол. Энгл. Довольно полезная штука. Поставьте её на 30 градусов, и она идеально сработает для большинства моделей. Всё потому, что угол между этими двумя гранями, или плоскостями, больше, чем 30 градусов. Чтобы стало понятно, я изменю показатель в этой настройке на 90 градусов. Стоило мне только увеличить цифру в настройке, вот этот вот угол сразу же разгладился. И вот я её уменьшил, снова острый. Как вы видите, настройка проверяет, сколько градусов у угла, и разглаживает или заостряет грань. Этот способ и правда хорош, но есть ещё лучше. Нужно просто взять и вписать в настройку 180. Затем перейти в Edit Mode и выбрать, какие грани должны быть острыми. Если нужны все грани, выбираем их через Alt правая кнопка мыши, и получится Edge Loop. После сюда, вниз, Mesh, Edges, Mark Sharp. Так у вас выйдет острый угол. Также грани автоматически выделяются синим цветом, чтобы показать вам, что они стали острыми. Убрать это выделение можно в том же меню Clear Sharp. Как видите, теперь вверх у нас острый, а низ нет. Так что сделаем это ещё раз. Alt-клик, бф, Alt правая кнопка мыши. А сейчас я покажу вам горячие клавиши. Ctrl-E для меню граней, Mark Sharp. Такие острые грани распознаются другими программами по типу игровых движков, так что проблем при экспорте не возникнет. В следующем эпизоде я буду пробовать это на практике при создании шахматной фигуры. А в последующих эпизодах мы попробуем более реалистичное разглаживание через модификатор Subdivision Surface. Спасибо за просмотр.